И вот для чего бы мне должны были сказать люди, Лешенька, сделай нам необходимый материал, а должны были сказать такое слово дилеры, потому что, а почему такое слово необходимо было бы сказать, да потому что у нас цены-то выросли, в смысле в долларах цены выросли, то есть представляете, да, вы раньше зарабатывали, и казалось бы, вы зарабатываете 2000 долларов, сейчас, простите, это почти 1000 долларов, но тем не менее, вы сейчас можете купить замечательные новые машины, не сделанные в России, приходите к дилерам, покупайте под дешевым кредитом, пока все еще не приподнялось, но мы-то к вам обращаемся с территории Левобережного авторынка, да, конечно, здесь небольшой стежочек идет, и погодка такая, немножко под минус, но тем не менее, опять же здесь, по самым дешевым ценам, вы можете купить машинки, и честно говоря, тут надо думать, либо вы покупаете новые, но лучше купить бэушные, потому что по цене восстановления она и дольше новых пройдет, вот, а уже потом, в оконцовке, вы себе купите замечательный электромобиль, или что-то, которое будет чуть-чуть приподниматься над поверхностью земли. Итак, господа, мы в пятерке сильнейших автомобильных держав, и я понимаю, что ты, там у них на каждого члена семьи по две машины, но и мы к этому стремимся. Понятно, что нам не судьба кататься на монстрах, но по сути, 90 км в час легко развивается теми агрегатами, которые продаются у нас. Другой вопрос, новые это или не новые механизмы? Но каждый должен хоть раз попробовать новинку. Я, к примеру, ездил на восьми новых машинах. Вопрос к вам, ну а лучшие бэушные машины и без приукрас, и они есть только на левобережном авторынке. А сейчас можно, оказывается, взять договор купли-продажи и саму его расписаться, да? Вот. К чему все это дело приведет? Ну, да, вот сейчас у нас можно самим составлять договор о купли-продаже, но с основным моментом, если вы составляете его на улице, да, допустим, и факт, что вы потом сможете найти своего продавца, вот, любое исправление в договоре нужно будет делать именно с его подписью. То есть, если вы там пишете договор на улице и с ним расстанетесь, не факт, что вы его потом сможете найти. Это первый вариант. Также сейчас существует множество нюансов при составлении договора купли-продажи. То есть, там определенные моменты, при несоблюдении которых договор будет считаться недействительным. То есть, это своего рода вы подвергаетесь опасности, составляя договор неофициально, так скажем. Вот как я, допустим, наступил, да, тоже составил договор, а потом оказалось, что ничего я не могу у человека взять. Казалось бы. То есть, надо было все-таки указывать непосредственную стоимость товара в действительности. Да, то есть, это вот как раз тот ряд нюансов, которые нужно именно соблюдать. Также, вот, при составлении договора мы можем проверить машину на наличие ограничений или арестов. То есть, если такие существуют, то тоже договор, по сути дела, составлять нельзя будет. И все это можно сделать здесь, да? Да, мы все это делаем, все проверяем, то есть, грамотно все правильно составляем. А где это делается? Для Бережный авторынок, здание администрации. Мы работаем каждый день. Был такой момент, когда мы не могли взять страховки, да, ну, проблемки были. И проблемки были не у нас, а у страховых компаний. Приходишь, и тебя там начинают отсылать куда-то. Включают всякие там тарифы, счетчики и все остальное. Теперь, как бы, казалось, что ситуация немножко поменялась. Ну, хотелось бы не идти со страховыми компаниями, а взять страховку в том месте, где купить, решил машину. То есть, у вас? У нас, возможно, застраховаться. То есть, проблем-то особых-то и нет, правильно? Да, нет. В общем-то, нет. То есть, приходим, покупаем машину? Да, также приходите, страхуетесь, оформляете договор купли-продажи у нас. И можете спокойно ехать, оформлять машину в рейпе. Ставить на учет. То есть, все в одном месте? Да. Кстати, возникает грамотный вопрос. Перед вами типа нульцевый агрегат. Да, на обыкновенном авторынке он таков. А как же его проверить? Ведь все, что нульцево, не значит результат. Так вот, прежде чем его купить, вы можете проверить сами, а можете обратиться к специалистам. Они вам покажут результаты и продемонстрируют, что не так. И, конечно, нам нужен вариант. То есть, доллар прыгнул, да? Но, тем не менее, обыкновенные россияне ничего не почувствовали. Мало того, они могут сейчас купить машину в долларах в разы дешевле. Конечно, в связи с подешевением доллара, автомобили бушные потеряли в своей цене. То есть, ее можно в данный момент купить намного дешевле. И это нужно сделать до Нового года. То есть, приобрести автомобиль на выгодных для вас условиях. В свое время новые автомобили в салонах подорожали. А старые машины можно купить на выгодных условиях. Ну, к примеру, вот, допустим, человек захотел взять хороший иномарк. Вот, допустим, за моей спиной что-то стоит, да? Оно же теперь поднимется после Нового года и в салонах в том числе. Совершенно верно. В салонах новые машины подорожают. Но я думаю, что на вторичном рынке мы не почувствуем подорожание. И нужно будет сделать выбор, как я уже сказал, именно до Нового года. Приобрести автомобиль. То есть, возможно, в кредит, пока процентная ставка не возросла. А у вас такая штука есть? Кредит мы также оформляем. За час девочки подготовят весь пакет документов. То есть, оформят вам кредит на выгодных для вас условиях. То есть, возможно, с каско оформления, возможно, без каско, без первоначального взноса, с первоначальным взносом. То есть, вариантов очень много по оформлению машины в автокредит. И где это все можно сделать? Это вы сделаете на территории Левобережного рынка, в здании администрации. То есть, придете к нам, мы вам все расскажем, покажем. И обязательно каждому мы сделаем подарок. Техосмотр будет у вас в подарок. Вау, круто. Да. Да, конечно, машин много. И да, теперь уже важен результат. Пока у вас есть ум в голове и вы смотрите интернет, то вы можете легко себе купить то, чего раньше и не получалось. Вопрос простой. Ценник, помните, 27 рублей за доллар. А сейчас почти в два раза дороже. Но о чем мы еще говорим? А сейчас самое выгодное дело купить автомобиль, потому что рано или поздно ценники поднимутся. А зная о том, что дилерские акции рухнут через месяц-два, делать это надо уже сейчас. И теперь понятно, да, что такое Левобережный автомобильный рынок. Здесь не просто продаются машины. Здесь вы все это дело и оформляете. То есть, по сути, это самый крутой, самый крупный автомобильный рынок города Магнитогорска. Тут ничего не поделаешь. Он был, он есть, он таким и остается. Поэтому смысл-то и есть прийти сюда и купить себе замечательный автомобиль. Что я вам и рекомендую сделать. Потому что, ну, понятно, да, какие машины вы можете себе позволить. Но непонятный результат. Лучше взять настоящую машину, а не всякую фигнюшку. В смысле телевизор и все остальное. Потому что машина вас кормит, машина вас возит. Машина это часть замечательной вашей личной жизни.